Здравствуйте! Для обсуждения сегодняшней темы мы пригласили в студию известного общественного деятеля, телеведущего, руководителя добровольного общего милосердия Аружан Саин. Здравствуйте! Аружан Саин родилась в 1976 году в Казаларде, окончила Казахский национальный университет, общественный деятель, актриса, телеведущая. В 2006 году основала благотворительный фонд «Добровольное общество милосердия», который работает по сей день. В 2009 году была номинирована на премию «Алтен Жюрек» в номинации «За заботу об инвалидах». Для того, чтобы мы продолжили разговоры, прошу посмотреть вместе сюжет, который мы подготовили. В Казахстане насчитывается 36 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 23 тысяч детей уже живут в казахстанских семьях. Еще более 12 тысяч воспитываются в домах ребенка и интернатах. Для решения проблем сиротства в Казахстане официально открылся интернет-портал, который поможет бездетным парам усыновить или удочерить ребенка. Ресурс 3W усыновите КИЗ предоставляет данные о детях в виде небольших анкет. В анкете приводится дата рождения ребенка, фотография, краткое описание характера малыша, информация о наличии братьев и сестер. Со следующего года для граждан, усыновивших детей старше одного года, будут выплачиваться единовременные государственные пособия в размере 75-месячных расчетных показателей. Вы бесплатно создали информационную базу и разместили ее в интернет, чтобы каждый гражданин мог зайти и желающий усыновить детей. Наш портал усыновите.кз создан для того, чтобы была прозрачная система учета детей, оставшихся без попечения родителей. И каждый ребенок, который попадает в государственные учреждения, он должен воспитываться всеми граждан Казахстана. Он имеет право на это по закону? Первое право ребенка Казахстана – это жить и воспитываться в семье. Настолько, насколько это возможно. Если это не биологическая семья, то государство обязано предпринять все меры для того, чтобы ребенок воспитывался в семье. Есть альтернативные формы устройства. Это опека и патронат. Великолепные формы, по которым тоже воспитываются у нас дети в Казахстане, но которые почему-то государственными органами активно не продвигаются и не используются активно. Сегодня этими организациями, должностными лицами блокируются поступления информации на ваш сайт. Да. Вот, допустим, какие аргументы мы слышим. Она блокируется не только для нас. Она блокируется для граждан, которые хотят взять ребенка в семью. Допустим, человек получил направление на усыновление. То есть он уже сдал все документы, подходит как усыновитель. Либо он хочет стать опекуном или патронатным воспитателем. В детском доме, ну, в среднем, там 150-200 деток. Усыновитель приходит в детский дом, ему говорят, детей, подлежащих усыновлению, нет. Нет статуса. Опекуну говорят, ну, у нас вот нет детей. Почему нет? Когда дети есть, а подлежащих нет. Вот этот вопрос тоже интересует наших телезрителей. В чем проблема? Вот почему они скрывают информацию? В чем заинтересует? Давайте скажем, как есть. Есть ли здесь элементы коррупции? Я думаю, что причина кроется в том, что эта система должна быть направлена на саморазрушение. То есть у нас не должно стать государственных учреждений, в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей. По идее, они должны постепенно закрыться. Они должны закрыться и остаться в некие временные центры, которые... Приверуты для нами. Да, вот ребенок остался без попечения родителей, и нужно несколько дней, там, неделя, максимум, несколько недель для того, чтобы устроить его в семью. Патронатную семью, подопеку, хостерную семью. То есть государственные учреждения должны спешить реализовать право ребенка устроиться в семью, да? А не держать его у себя годами, так? А почему держатся годами? Государство выделяет огромные деньги на содержание детей, оставшиеся без попечения родителей. Это порядка 150 тысяч тенге в месяц на ребенка. В месяц? Да. И это порядка 2 миллионов тенге в год. И если мама не хочет отказаться от ребенка, но у нее... 150 тысяч в месяц, это какая сумма набегает в год, да? Огромная сумма. Вот вы себе представьте, есть у нас детки, которые рождаются с ДЦП, с глухотой, с слепотой, и от них отказываются родители. Почему отказываются? Многие, может быть, бы и не отказались от ребенка, просто они не могут его поднять финансово. Если мама такая не откажется от ребенка, государство ей платит 10 МРП. Это пособие по инвалидности, и 10 МРП это 34-36 тысяч в сумме, да? А если откажется, государство готово тратить 150 тысяч тенге в месяц на его содержание, еще плюс медицинский расход. Миллион 800 тенге в год на одного ребенка. Ради этого они готовы. И финансирование идет по душевое. В этой осваивании этих финансов участвуют государственные учреждения. Это, как правило, местные органы власти, в частности, департамент образования, при которых есть органы опеки и попечительства, и детские дома. Меньше детей, меньше денег. А сколько сейчас находятся в очереди на усыновление детей людей, которые имеют на это право и изъявили желание? Собрали все документы, имеют направление около 2,5 тысяч граждан. 3,5 тысяч граждан, которые не могут получить детей, ходят по детским домам. Скорее всего, до них не доводится информация. Просто есть некое стремление создать этот дефицит, удержать вот этот объем, или нежелание работать с населением. И если люди будут больше знать о патронате, кстати, за который государство будет платить от 35 до 50 тысяч тенге зарплату за воспитание одного ребенка... Можно сидя дома... И 10 МРП на расходы по одежду, констовары, в школу, еще что-то. У нас есть телезрители, которые, услышав нашу передачу, могут сказать, ну хорошо, все проблемы есть, вы назвали, покритиковали, выявили. А как нам поступить? Вот мы собираемся усыновить, и нам строят такие препятствия. Вот что бы вы конкретно посоветовали этим родителям? Если наши граждане хотят стать усыновителями, опекунами или патронатными воспитателями, то нужно в первую очередь им обязательно прочитать всю законодательную базу, быть готовыми юридически... На сайте у вас есть это все? У нас на сайте www.usynovity.kz есть вся информация. Там есть пошаговые инструкции для усыновителей, для людей, желающих стать опекунами или патронатными воспитателями. Мы там изложили это все на опыте реальных людей, наших сограждан, которые проходили этот путь, и некоторые не один раз. Нужно понимать, что если мы гражданское сознательное общество, если мы понимаем, что эту проблему нужно решать, и кто-то из нас способен дать семью, пусть даже не кровную, не стать усыновителем, не обманывать детей, дети же попадают в детский дом, и в 12 лет погибли оба родителя в аварии, и ребенок из хорошей семьи попадает в эту среду, и шансы его на усыновление действительно небольшие, но вы можете стать ему другом, опекуном, патронатным воспитателем. Нужно просто все пройти по закону. Нужно каждое свое действие делать по закону. Не идти на поводу того, что вынуждает, скрывает эту информацию и прочее. Мы должны объединиться. Во-первых, надо зарегистрироваться, правильно? Пройти все процедуры. Потом он приходит в детский дом. И если им препятствует в знакомстве с детками, тогда, значит, нужно писать заявление в прокуратуру, в жалобы, в Акимат, на имя Акимов, в Министерство образования, обращаться в Комитет по охране прав детей. Чем чаще наши граждане будут защищать свои права, отставить свое право усыновить ребенка или быть попечителем, тем самым отстаивая право детей попасть в семью, тем меньше будут преступлений, наверное. Аружан, сегодня я уверен, многие наши телезрители получили нужную информацию. И не только те, кто хочет усыновить детей. Наверное, и те, кто, в принципе, имеют активную гражданскую позицию, и так как вы, будут защищать права детей. Просто придет в детский дом, познакомится. Научит английскому языку, научит вязать. Да, или же сколько людей, которые на самом деле хорошая семья, но кто-то сидит дома безработным, имеет возможность воспитывать детей, возьмите на патронатное воспитание. Государство готово оплачивать деньги, но для общества лучше, чтобы этот ребенок жил не в детском доме, а жил в семье. И про это вы тоже должны знать. Вот, Аружан, вам большое спасибо за эту информацию. Вам спасибо. Очень большую работу проводите, нужную обществу. Мы все вам благодарны и хотим пожелать успехов. Я думаю, что благодаря вам многие дети, наверное, стали счастливыми. И это, наверное, очень важно. Многие взрослые стали счастливыми мамами и папами. Вы знаете, для детей это одно. Но мы не учитываем, как взрослым нужна семья, как взрослым нужны детки. И здесь мы говорим не только о правах детей, мы говорим о правах взрослых граждан Казахстана, которые должны соблюдаться. Успехов ваши. Спасибо большое. Спасибо.